Когда создавался фонд Ямины, никто и представить не мог, что детских страданий так много. За 8 лет помощь получили 3500 детей. Но в этом году фонд буквально накрыло волной детской боли. По 30-40 обращений ежедневно. Все с мольбами о помощи. За 6 месяцев ее получили 860 детей на сумму 75 миллионов рублей. В приоритете экстренные, высокотехнологичные операции и приобретение дорогостоящих лекарств. Но оставить без поддержки тех, кто уже начал реабилитацию, невозможно. Фонду нужен финансовый резерв. Мы бы хотели обратиться к жителям нашего округа с предложением принять участие в сборе средств для детей, которые нуждаются в постоянной реабилитации. Постоянная, длительная реабилитация нужна детям, страдающим ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Шанс вернуть здоровье ребенку стоит очень дорого и практически неподъемен для родителей. Стоимость одного курса достигает 200 тысяч рублей. А их ежегодно нужно 4. И так минимум до 14 лет. Такие дети имеют высокий шанс, высокий реабилитационный потенциал и высокий шанс получить здоровье. И как раз возможность жить полноценной жизнью, если такая реабилитация будет проходить как можно чаще и как можно дольше. Детский организм почти всегда откликается на раннюю реабилитацию. Он рвется к жизни, словно росток. Десятилетний Абдулай из Салихарда самостоятельно катается на роликовых лыжах. А ведь врачи были категоричны. Не то что кататься, стоять не сможет. Абдулла каждый день состязается с недугом и доказывает, что выход за границы отмеренного судьбой возможен. В Санкт-Петербурге, куда на реабилитацию ему помог выехать фонд Ямины, он освоил лыжи-роллеры. И даже стал участником соревнований для детей-инвалидов. Давай, вставай. Не торопись. Где шлем наш? Любая реабилитация – это тяжелый ежедневный труд. Без выходных, праздников и перерыва на обед. Помочь тем, кто не складывает руки, а борется за здоровье ребенка, несложно, но важно. Это хорошо понимает Марьяна Полякова. Ее лошади лечат детей-инвалидов из Салихарда и Лабытнанги. Результаты ошеломительные. Я на каждого ребенка завожу опросный лист, проводим собеседование с родителями. Потом, узнав его диагноз, я сажусь за книги и подбираю для него программу. Ипотерапия на Крайнем Севере – это что-то запредельное. Лошади дарят больным детям свободу, уверенность, силы. Если уж взрослые визжат от восторга, когда впервые садятся на лошадь, что говорить о детях? Шквал эмоций ребенка, ограниченного в физических возможностях, описать невозможно. Он не умеет ходить, но сам сидит на лошади и оттого непомерно счастлив. Ложись, мой хороший. Покажи дяде, как ты ложишься. Результаты очень хорошие. Я очень хороших результатов жду от этих ипотерапий. И я очень рада, что в нашем городе появилась вот такая ипотерапия. Она для наших деток очень нужна. А это близняшки Ксения и Виктория Бондаренко из Ноябрьска. На первый взгляд ничего необычного, но общение со сверстниками дается им с трудом. Зачастую даже мама их не понимает. Виной всему преждевременные роды. Ямины знает семью четыре года. За это время девочки прошли семь реабилитаций. Но этого мало. Естественно, реабилитацию дают все-таки. Мы научились быть усечея. Поведение у нас улучшилось маленько. Конечно, и развитие в физическом, так сказать, ЛФК, кинозитерапия, вот, мажечковая стимуляция. Раньше спортом мы могли заниматься буквально пять минут каких-то, делая зарядку. А теперь у нас есть интерес к каким-то тренажерам появился, да, и с каким-то занятием. Больше двух курсов в год семья не может себе позволить. А их нужно четыре. У девочек есть возможность быть социализированными в обществе. Если мы поможем. Видеоистории и фотографии таких детей будут опубликованы на сайте фонда. Без нашей помощи у этих детей очень мало шансов на счастье. Курсы реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья неоднократно проводились в Губкинском. Большую поддержку в этом опросе в апреле этого года оказали губкинские предприниматели и предприятия. Глава губкинского Андрей Гаранин в своем инстаграм поблагодарил их за помощь. Цитата. Мы благодарны нашим предприятиям, которые показали лучший пример социальной ответственности бизнеса. Мы тоже обязательно будем и дальше поддерживать этот проект. Совместными усилиями сможем сделать больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!